В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! В майские праздники мы вспоминаем о самых главных событиях февраля этого года. Чем он запомнился, чем отличился, чем порадовал, а может огорчил. Все, что активно обсуждали в течение этого месяца в нашем праздничном спецвыпуске. Детский городок-тренажер для отработки правил дорожного движения появился в четырех школах Саровая. Это подарок детям от регионального отделения партии ЛДПР. Играючи, изучаясь ПДД, теперь будут младшеклассники центра образования 12, 14 и 20 школ. Посмотреть уже собранный городок и узнать впечатление от нового оборудования приехал депутат законодательного собрания Владислав Отмахов. Дети, когда начинается период обучения в школах, в какой-то момент родители оставляют их одни. Скорее всего, после первого класса, после второго кого-то. И они начинают передвигаться сами. В этот момент возникает особая опасность на дорогах, на наших. У нас с каждым годом увеличивается количество автотранспорта. Но при этом, к сожалению, нет возможности сейчас везде строить подземные переходы, надземные переходы. И периодически есть пересечение с полосой движения транспортных средств. В этом случае, если дети будут четко понимать дорожную разведку, понимать, под какой светофор можно передвигаться, где нельзя проходить, где можно. Мы сохраним огромное количество жизней, сохраним здоровье наших деток. Опыт первый у нас уже есть. И мы надеемся, действительно, дальнейшее развитие этого направления. И будем надеяться, что практически все школы Саров постепенно будут оснащены. И действительно, произойдет снижение дорожного транспорта, драматизма, для того, чтобы наши дети были в безопасности. В какие-то школы городок только поступил, а где-то его распаковали и начали использовать. Во всей красе новое оборудование могут оценить и ученики Центра образования. Наша съемочная группа совместно с депутатом по округу Петром Смирновым побывала на первом занятии по правилам дорожного движения, которое провели в школе с использованием тренажера. Мы будем расписывать ребят по переменам, чтобы они прошли здесь. Именно непосредственно какие-то ситуативные разборки. Либо, например, с учителем будут играть в плане обучения пешеходных ситуаций, как переходить дорогу, где переходить дорогу и так далее. Я как депутат городской думы, на округе которого располагается Центр образования, очень благодарен такому пилотному проекту Нижегородского регионального отделения партии ЛДПР. Как мы видим, этот автогородок уже используется, дети на нем занимаются, постигают азы правил дорожного движения вместе с сотрудниками ГИМДД, учителями осваивают. И в целом это скажется, наверное, на безопасности наших детей, их поведение на дороге, и снизит травматизм и аварийность в нашем городе. Планируется, что в дальнейшем это оборудование появится в остальных школах нашего города. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. Территории с общим историческим наследием будут развивать вместе. Туристический кластер «Саранск-Темников-Санаксарь» стал частью уже действующего проекта «Арзамас-Дивеева-Саров». Слияние состоялось в конце января после подписания соглашения между губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и временно исполняющим обязанности руководителя Мордовии Артемом Сдуновым. Мы понимаем прекрасно, что это выгодно, естественно, и Нижегородской области, и, собственно, самому кластеру, как институту развития. Почему? Потому что за счет включения таких замечательных тоже исторических объектов, которые есть на территории Мордовии, мы увеличим просто туристический поток, и возможности кластера тоже возрастут. Естественно, это выгодно и для республики. Власти регионов рассчитывают увеличить число туристов за счет разработки совместных маршрутов. Одна из главных задач – втрое сократить расстояние от Дивеева до Санаксарского монастыря в Темниковском районе. Наша задача – создать комфортные условия и увеличить туристический поток. Если сейчас там насчитывают где-то, может быть, 500 тысяч, 600 тысяч, оно должно быть несколько миллионов. Мы должны над этим работать. Это большой труд. Поэтому, конечно же, надо уменьшить расстояние доставки туристов от Дивеева до Санаксарского монастыря. Это можно сделать до 50 километров, сделать дорогу. Это понятная работа. В рамках проектов проложат новые дороги, улучшат коммунальную инфраструктуру, благоустроят и восстановят городские объекты. В том числе в Сарове в этом году запланировали расчистку реки Сатис и начало строительства Центра культурного развития. На проекты кластера планируют потратить около 10 миллиардов рублей с федерального бюджета. Вопрос, который волнует наших жителей – ждать ли наплыва гостей из других городов. По словам главы Темниковского района, потоки туристов через Мордовский заповедник и Саров проходить не будут. Последний вариант дороги – это через Старый город. Это в обход Сарова по левой стороне реки Мокши. То есть, если смотреть по течению, там нет заповедных земель, там нет болотистых земель. В общем-то, в принципе, там когда-то была дорога. Таким образом у нас получается закольцовка вокруг еще Сарова. Таким образом. То есть, Саров можно будет по кольцу объехать. Значит, и для развития Сарова тоже хорошо. Сотрудничество Темникова и Сарова с годами становится еще теснее. Поездки на работу или на дачу для жителей туда и обратно стали привычным делом. Осталось укрепить туристические связи. Старейший район Мордовии имеет значительный потенциал для развития религиозного, культурно-познавательного и экологического направлений. Жителей Сарова я приглашаю приезжать почаще в Темников. Дороги мы сделали хорошие, европейского типа. Теперь дорога и в Темников хороший, и в Темниковский заповедник хороший. Там была плохая дорога, вот-вот ее, вот-вот сделали. Кстати, сделали организации Сарова. Развитие кластеров будет полезным не только для туристов, но и для местных жителей, которые смогут расширить рабочие места, улучшить городские условия и получить поддержку своего бизнеса. До конца года в Мордовии должны будут подготовить проектно-сметную документацию по кластеру. Первые результаты, по словам Сергея Кизима, можно будет увидеть к 2022-2023 году. Дарья Козина, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24. Неделя в экспресс-режиме и творческой атмосфере. Сотрудники Театра нации в рамках проекта «Территория культуры Росатома» организовали творческую лабораторию. Саров стал одиннадцатой точкой, куда отправились кураторы, молодые московские режиссеры, театроведы и критики. События лаборатории посетили более пятисот зрителей, что стало рекордом среди всех атомных городов. Полтора года театр нас ждал, насколько мы знаем. Потом, к тому моменту, когда мы приехали, все были заряжены, все понимали, о чем идет речь, все понимали, что такое вообще проект лаборатории. Поэтому от директора театра Марина Владимировна до всех цехов театра, все активно участвовали и работали с девяти утра до десяти вечера. И, конечно же, все работали на общий результат. Молодые московские режиссеры Антон Морозов, Алексей Золотовицкий и Алексей Кузьмин-Тарасов совместно с Саровской труппой за короткий срок смогли создать эскизы новых спектаклей. К примеру, «Залечь на дно в брюгге» по пьесе Мартина Макдонаха многие знают как кинокартину. Впервые на сцене театра ее поставили именно у нас в городе. У меня сейчас жизнь связана, естественно, с кино, и я ни разу не ставил сценарий на сцене, мне захотелось это сделать. И я очень, естественно, любил этот фильм, прористал, посмотрел, что, по-моему, даже нигде не было постановок, и фактически это здесь первый раз. Поэтому захотелось взять это, он хулиганский. Вокруг нас так много серьезного, что мне так хочется похулиганить чуть-чуть. Лаборатория стала местом для творческих экспериментов. Материалы, детали и подход к постановкам менялись на ходу. Эскиз шатуны по роману Юрия Мамлеева, который показали в подвале театра, стал для зрителей, актеров и режиссера Алексея Золотовицкого выходом из зоны комфорта. Кто-то был в восторге, а кто-то не оценил черный юмор про маньяков и убийц. В каком-то смысле подстраиваться под зрителя взалечь на дно в брюге пришлось и Алексею Кузьмину Тарасову. С недавних пор нельзя использовать ненормативную лексику, а она там очень важна. Это тот момент, когда очень-очень важно. И когда мне хотелось всегда больше, не потому что хотелось, чтобы персонаж больше ругался, вот приехал, вот так надо, чернуха, а потому что это очень смешно. Это очень смешной текст. Вот в этом я себя ограничивал. А в остальном я старался максимально получать удовольствие. Эскизы лаборатории показали, что современный театр многогранен и неоднозначен. Тем и прекрасен. За неделю саровские актеры получили невероятный опыт работы с абсолютно разными постановщиками и знания на мастер-классах по речи от Светланы Ивановой Сергеевой и принципах коллективности в театрах 80-х, 90-х и 2000-х от Анны Ильдатовой. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Ночь 21 февраля едва ли когда-нибудь сотрется из памяти Ксении Волоченковой. Она уже укладывала детей спать, когда почувствовала запах гари. Коридор квартиры постепенно стал заполнять дым. Пытаясь найти очаг возгорания, Ксения открыла входную дверь и поняла, что выход из квартиры загородила стена черного дыма. Спешно собрав верхнюю одежду, девушка закрылась с детьми в зале. Начала их одевать, и потом, значит, я вспомнила, что все-таки нужно намочить тряпки, завесить дверь входную. И когда я уже открыла дверь из зала, я поняла, что в квартире очень много дыма. И то есть он даже попал, видимо, внутрь и вызывал уже такой кашель. Дети начали кричать, кричали, что мы мамы, мы задыхаемся. Последний девятый этаж, задымленный выход и двое четырехлетних детей на руках. Ксении оставалось только ждать спасения, успокаивая малышей. Через считанные минуты, показавшиеся часами, она услышала стук в дверь. Трое спасателей надели им маски и вывели на улицу. И мои дети, конечно, они вообще... То есть я даже не понимала, что... Ну, в четыре года они все это поняли, всю эту ситуацию, они прожили ее, они благодарили, мы просто шли, и они каждому спасателю говорили спасибо. И они понимали, что мы сейчас можем просто задохнуться. Для этого Ксения и пришла сегодня в пожарную часть. Просто сказать спасибо, поблагодарить людей, которые спасли ее семью. Слова давались ей тяжело, то и дело на глаза выступали слезы. Девушку поддержала представитель администрации города Лариса Пустынникова, продолжив благодарственную речь коллективу ФПС номер 4. Видно, что достаточно профессионально выполняет один наряд, второй наряд, да, приезжает третий в итоге. И того спасенной жизни, которые сегодня радуются тому, что наступил новый день и что солнце в итоге взошло. Второй подъезд дома на Курчатова и сегодня хранит следы того пожара. Копоть на стенах, потолке и стойкий запах дыма, который выветрится еще не скоро. Но благодаря слаженным действиям, оперативности и мужеству огнеборцев никто не погиб. Склонившись над памятным альбомом, летописью дельфина, на страницах которого запечатлена история бассейна «Старая гвардия», возвращается в детство. Они были первыми воспитанниками секции плавания, которая появилась в нашем городе 55 лет назад. Дельфин хотели сдать в конце 65-го. В сентябре по всем школам дали объявление «Идет набор», а точнее «отбор». Желающих попасть в секцию собрали на центральном стадионе и дали три задания. Пробежать 60 метров, выполнить становую тягу и показать силу легких. Надо было, что есть мощь и думать спирометр. Из тех, кто прошел, сформировали группы и отправили в зал на сухое плавание, готовиться к финальному испытанию на воде, когда откроют бассейн. Вот как этот волнительный момент вспоминает Игорь Травов. Я был в списке последней, вот со знаком вопроса, как сейчас помню. Я посмотрел у нее, вот этот в райсефимон, значит, в блокнотике там. И, наверное, я так понял из-за того, что я ей сказал, у меня было, ну, что ты можешь, а что ты можешь. Я говорю, ну, я могу пронырнуть бассейн. И вот этим я, может быть, ее, как бы, себе место забронировал. То есть я пронырнул до 25 метров тогда, это было, ну, наверное, для пацана, в то время, что такой семиклассник. И получается, что и после этого мы начали уже тренироваться. За эти 55 лет через «Дельфин» прошли сотни саровчан. Одним из самых прославленных воспитанников городской секции плавания стал Анатолий Рыбаков. В 70-х годах в составе сборной Советского Союза он принял участие в чемпионате мира по водным видам спорта в Колумбии и чемпионате Европы в Австрии, откуда привез серебряную и бронзовую медали. Нынешнее поколение ребят тоже ставит перед собой амбициозные задачи. Сегодня в «Дельфине» только на бюджетной основе занимается 250 юных саровчан. Достигать успехов им помогает отличная база. 10 лет назад бассейн перестроили, оставив от старого здания только саму чашу. Не хватает разве что тренажерного зала и системы электронной фиксации финиша, которые, как считает Федерация плавания, помогут вывести наш бассейн на качественно новый уровень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова